Непобедимый нигерийский супертяж рубился под стать легендам прошлого. Бил как товарняк. И должен был прийти на смену Тайсону. Однако, вселяя животный ужас соперникам, вне ринга, слышавший потусторонние голоса в голове Айки Биабучи, был страшен по-настоящему. Сегодня мы поведаем вам историю безумия и яростных битв человека, которого было за что бояться. Ибиабучи родился в зацелованной солнцем Нигерии в 1973 году. Боксом он увлекся только в 17 лет после просмотра матча «Железного Майка» с Бастером Дагласом, который неожиданно обродился величайшим апсетом в истории бокса. Всего через три года Айк был сильнейшим тяжем Африки и эмигрировал с матерью в США. Профессиональную карьеру он запустил под претенциозным псевдонимом «Президент». При росте в метр девяносто и весе сто пять, в девяносто пятом году нигериец вышел на крепкого Грега Пикрама. Айк скользил по настилу как средний вес, бомбил по корпусу и уверенно работал вторым номером. Впрочем, Иби Абучи оказался уязвим в размене. Сделав выводы, он больше не отступал от контр-атакующей манеры. И только когда обстрел бодишотами окончательно замедлил оппонента, «Президент» закинул правую и пошел в разнос. Спасение рядового Пикрама взял на себя рефери. За три раунда Айк показал высокий боевой интеллект, филигранную технику и врожденный инстинкт убийцы. К тому моменту нигерийцы сравнивали с его кумиром, чему Иби Абучи подыгрывал, выходя в фирменной дайсоновской накидке и черных шортах. Неудивительно, что в девяносто шестом опытный Майкл Экли рухнул с парой хуков. Филигранный нокаут на отходе завершил начатое. В том же году Президент устроил очередной жертве мастер-класс по бодишотам. Печень соперника отказала на 12-й минуте. Прорывным для Иби Абучи стал 97-й год. Ему выдали бетонного Келвина Джонса, приходившегося спарринг-партнером Тайсона. В завязке Айк задумал испытать лучший удар двухметрового гиганта. Затем он подключил снайперский джеб. И не затянул серий. Совершенно не опасаясь ответки, Иби Абучи привычно миксовал по уровням. Ко второму раунду он полностью перехватил контроль. Забросив отвлекающие в голову, Айк раскидал по этажам. Отпускать пробитого Келвина он не собирался. Он имеет 7-8-й минуты. Иби Абучи приходит в голову. Роберт Берд взял очень близкий взгляд. Он может прыгать в голову. Еще много времени. Раунда номер 2. Чудом восстав, соперник только продлил агонию. Все было кончено левым крюком на шестой минуте избиения. Иби Абучи проявил тотальный самоконтроль и посадил оппоненту печень за три нокдауна. С этим президентом нужно было считаться. Следом для проверки амбиции выпустили Мо Уилсона, который официально носил один из крепчайших подбородков в истории и ни разу не был даже потрясен. Он сходу попытался отправить президента в отставку. Иби Абучи понял намек и впервые в карьере решил продышаться на все десять бесконкурентных раундов. Под занавес он всё же устроил финальный штурм. Но непробиваемый ветеран завершил поединок на своих двоих На этом обязательно программа тестирования на титул была завершена В президентском активе набралось 12 нокаутов в 16 триумфах И его призвали в высшую лигу В июне 1997 года в противоположном углу корой стоял звездный и непобежденный Дэвид Туа Державший интернациональный пояс WBC Выглядя как родной брат Марка Ханта, он отправил в реанимацию 23 из 27 соперников В расстрельный список Саманса без шеи вошли Хасим Рахман Олег Маскаев И Джон Руиз Однако Айк не купился на стартовый маятник Дэвида И тормознул его строчкой по корпусу Туа рискнул взрываться право издалека И Беабучи не растерялся в ответ И обозначил доминирование вблизи Саманец старался не запираться в телефоны будки и рубиться на средней Нигерийц же маневрировал с джебом И неожиданно запускал силовые Идя вперед и напарываясь на очереди по корпусу, Дэвид провел пять раундов в размышлениях о Вечном Бой шел по одному и тому же короткому сценарию Пока сам Айк не начал принимать больше разменов на разрыве Туа удачно запулил коронку И они оба принялись сжигать мозговые связи в олдскульной потасовке Именно этот левый крюк сломает жизнь нигерийца Но сейчас его ждал бой, который нужно было выигрывать В шестом отрезке Туа нашел в своей чугунной голове второе полушарие И тайминги оппонента потеряли загадочность Айка привели в чувство Но вернуть инициативу еще долго не удавалось Впрочем, пока саманец надеялся на качество Нигерийц потихоньку брал количество Последний третий и Биабучи отстранил Дэвида своими прямыми А если пропускал увесистые детонации То не оставлял их безнаказанными Концовка 11-го отрезка могла бы запомниться лучшим эпизодом боя Если бы за ней не случился сумасшедший финальный круг Перекрывший любые ожидания зрителей За 12 раундов на двоих Они выбросили 1730 ударов Рекорд дивизиона, который продержится незыблемым 22 года Бой вошел в летописи супертяжелого веса своей зрелищностью И завершился единогласным, хотя и спорным решением в пользу Ибиабучи Тем не менее, Айку было уже не стать прежним После выступления ему не давали покоя головные боли В то же время на медобследовании врачи пропустили прогрессирующее биполярное расстройство Стоит отметить, если ранее нигерийц был кошмаром исключительно для близких И избивал только членов команды То теперь голоса и видения преследовали его везде Он по-наполеоновски именовался президентом Требуя миллионы, отказывался от боев К побоям товарищей добавились рукоприкладства с ночными бабочками И неудачная попытка наложить на себя руки в автомобиле с похищенным подростком В итоге, временами невменяемый Ибиабучи отсидел 4 месяца Лишившись всех денег, титула И пропустив год, он вернулся в 98-м Явно неголодающий Тим Рэй в завязке был завален ливершотом И далее был вынужден держать удар Пока его угловые решали, скормить ли своего бойца нигерийскому людоеду Победил гуманизм Более состоятельный соперник Эвертон Дэвис также был посажен на покрытие Но пережив ковровое бомбометание в добивании Ямайц на характере протянул до 9-го раунда Не надломил его и второй нокдаун Правда, настрой на миллион долларов тут же съела инфляция Вернувшись в большой бок с двумя остановками к ряду Нигерийский кошмар в марте 99-го года Встретился с элитным тяжеловесом Крисом Молниеносным Бёрдом С незапятнанным рекордом из 26 побед и 14 нокаут Американец в будущем станет двукратным чемпионом мира Откровенно поиздевавшись над такими панчерами, как Туа И великий Эвендер Холлифилд В прологе неудобный скоростной левша глумливо избегал всякого входящего ущерба В ответ он издали набрасывал стремительные комбинации И если сперва Эби Абучи лишь смеялся То, взяв Бёрда в заложники у канатов, Айк начал попросту звереть Ринг становился все теснее для двоих Крис дважды вышел на тоненького Но приговор без права помилования был подписан Бёрда снова сдула с ног И президент оформил сенсационную развязку Аберкотом инициировав сотрясение Набожный Иби Абучи в какой уже раз финишировал бой троицы падений Это была вторая победа Айка против бойцов высшего эшелона И на горизонте маячили звездные имена Теперь 26-летний нигериец мог съехать от матери, с которой жил все эти годы Иби Абучи отправился в Лас-Вегас за новым контрактом на 1,2 миллиона долларов Но после подписания его постигло очередное помутнение Заказав эскортницу, он принял ее за ведьму и предварительно жестоко избил А затем начал домогаться После ареста и обнародования его подноготной Айка осудили на 30 лет Вследствие принудительного лечения и Санта-Барбары с повторной посадкой Он освободился только в 2020-м Ныне ему 50-е И у него не осталось ничего, кроме феноменальной генетики Проблем с эмиграционкой и грез о возвращении Айки Би Абучи был выдающимся боксером даже по меркам славной эпохи 90-х И имел все, чтобы запомниться выдающимся чемпионом Непобедимый нигериец толпами валил соперника И оформил 15 беспощадных нокаутов в 20 триумфах Но став жертвой собственных демонов Он загубил карьеру и промотал лучшие годы в тюрьме Где нет места героям и легендам Б Би Абучи Если вам понравился ролик и хотите видеть на нашем канале больше бокса, то не жалейте лайка и самое главное, будьте здоровы!